Приветствую вас, я скажу, вот хочется сказать такую вещь, читаю ваш текст, что вы говорите про мужчину, у которого нет опыта общения с девочками, но вы ведете себя, мне кажется, так, как будто у вас нет опыта общения с мужчинами, вот. Если честно, там, что вы говорите о том, что вы боитесь быть навязчивым, а быть, ну, как бы, страх навязчивости, страх быть навязчивым, это в первую очередь про страх отвержения, вот, про неуверенность в себе, про некоторое обесценивание, вот, себя, своих проявлений, своей активности возможной. Это про, так сказать, односторонность контакта, вот, когда в контакте с другим человеком я выражаю только то, на что хочу получить обратную связь, да, то есть, если я там напишу что-то вам, к примеру, или что-то скажу, вам, то я должен получить обратную связь обязательно, если я не получаю, то, соответственно, мне начинаются какие-то негативные моменты, негативные мысли, вот. О себе, да, и так далее, и, ну, как бы, в лучшем случае мысли о другом, что с ним что-то не так, а в худшем, в худшем о себе, что со мной что-то не так, вот. Поэтому, мне кажется, что, в первую очередь, обратить внимание на это, во вторую очередь, я бы смотрел на эту ситуацию не с той точки зрения, вот, что вам конкретно нужно делать, потому что, ну, мне кажется, что конкретно делать, вы решите сами, вот. Вот, если что-нибудь увереннее, там, не будете себя обесценить, не будете бояться, вот, если просто антиестественный, вот, там, понятно, что глупости не хочет никто, но, как это непарадакциально звучит, именно глупости, собственно, и происходят. Собственно, именно какие-то глупости, да и, в общем, являются тем самым, что развивают чувства, потому что, когда нет глупостей, нет, как бы, человечества, нет модальности, нет жизненности, нет, нет, так сказать, не идеальности, Да, идеальных людей нельзя любить, идеальными людьми можно восхищаться, да, но любить идеальных людей, как бы, невозможно, вот, это, как бы, ну, вот, я не знаю, если вы смотрели, как бы, комиксы, да, или, там, смотрели «Суперекровки», какие-то фильмы, то, там эта тема довольно раскрыта, хорошо, я бы рекомендовал что-то из этого, смотрели, почитать, вот, мне кажется, это было бы вам здесь полезно. Поэтому, я думаю, что вот эта вот сама идея, что вы можете совершить какую-то глупость, или он может совершить какую-то глупость, это как раз-таки прямой путь к кристаллизации, к кристаллизации отношений, и, как бы, ну, сведения их к чему-то, вот, такому, очень нормальному, очень неестественному, вот, что лично мне не близко. Я бы обратил внимание вот на что. Я бы обратил внимание на то, насколько в свете ваших ценностей адекватно, в качестве партнера, романтического, вот, как бы видеть пассивного мужчину. Потому что, если да, то вам придётся постоянно проявлять эту самую инициативу. Не очень понятно, готовы ли вы к этому на постоянной основе. Вот. Если подталкивать, да, то вы можете подталкивать его, в принципе, всю жизнь, всю жизнь, всё время, любить для него, ну, такой, своего рода мамы, вот. Это не всем подходит, а на начальных стадиях, на начальных этапах отношений это выглядит привлекательно, но что будет, если подумайте, через течение жизни, через течение отношений эта же ситуация будет повторяться. Поэтому я рекомендовал бы вам в первую очередь обратить своё внимание на это, на то, вот, насколько вашу систему ценностей и вашу модель гендерного поведения укладывается вот эта вот активная роль по отношению к пассивному мужчину. Вот. И уже из этого исходить. Потому что, если бы тебя чувствуете, как бы, комфортно в этой роли, то вперёд подталкивайте, ну, будьте готовы к тому, что придётся всю жизнь это делать. Или, по крайней мере, очень много. Если не готовы, то лучше не начинать. То есть, как бы, если вы считаете, что мужчина должен активность проявлять, то, ну, не надо. Если вы считаете, что поровну, то делайте то, вот, что вам прям очень легко, а что прям не вызывает каких-то вообще, ну, напряжения усилий. Вот. Но будьте готовы к тому, что чего-то вам не захочется делать в определённый момент. Будьте готовы к тому, что вам будут претензии предъявлять относительно того, что вы не проявляете себя. Вот. И не очень, опять же, понятно, как, как, как повли вы к всему этому. То есть, эээ, эээ, я сейчас вижу некоторую неопределённость вашу именно с точки зрения геймерного поведения. Эээ, вот. И с точки зрения, эээ, созвучия этому ваших ценностей. Ваших ценностей. Вот. И мне кажется, что определившись с этим и, эээ, убрав те негативные моменты или, по крайней мере, приуменьшив их, вы прекрасно сможете решить, как вам действовать, как, как поступать. Вот. Такая вот история. Ещё, ээ, я бы хотел, чтобы вы, эээ, честно задали себе вопрос, эээ, что я хочу для, эээ, него. Что я хочу для него. Вот. Эээ, какая у меня направленность именно, эээ, на мужчин, да? Как я его вижу. Как кого я его вижу. Потому что сейчас, эээ, как бы это немножко неопределённо, опять же. Определитесь и всё будет хорошо. Вот. А в этом вам можно помочь, в этом вам может помочь, эээ, психотерапия, эээ, беседа, эээ, психотерапистическая и так далее. Ну, это всё. Надеюсь, что помогу вам, эээ, надеюсь, на обратную связь, эээ, на мой ответ. Это было бы здорово. Это помогло бы вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго. Удачи вам. Дядя heritage. Продолжение следует...